Добрый день! Вы на канале Свадебный Эксперт, и с вами я, банкетный менеджер Елена, Банкет Холл Компас. И сегодня мы с вами обсудим, как спланировать ваш свадебный день и составить тайминг. Ну что, начинаем? В самом начале разберемся, что такое тайминг свадебного дня. Добрый день! В самом начале вам необходимо будет собраться всеми принимающими участие лицами. То есть это жених, невеста, родители жениха, родители невесты. Для чего? Для того, чтобы поделиться своими впечатлениями, своими хотелками, кто что хочет видеть на мероприятии. Почему мы приглашаем для этого родителей? Потому что чаще всего в более молодом возрасте родители это как раз лица, принимающие решения, которые оплачивают весь банкет. Собственно, поэтому их мнение для нас имеет значение. Мы к нему прислушиваемся и наша задача будет прийти к общему знаменателю. То есть так, чтобы от мероприятия каждый получил то, что хотел. Собственно, ваша задача будет обсудить все ключевые моменты. А к ним относятся такие вопросы, как где у вас будет проходить регистрация? Это будет ЗАГС, либо это будет выездная регистрация? Будет ли она проходить в тот же самый день, либо вы разделите это на разные дни? Где у вас будет проходить встреча молодых? Нужен ли вам выкуп? Какая у вас будет прогулка? В конце концов, банкет у вас планируется в черте города или за городом? Транспорт? Как люди будут добираться? То есть есть очень много вот таких вот мелочей, которые следует обсудить на берегу, как говорится. Планируете ли вы приглашать каких-то дополнительных артистов? Либо у вас будет работать только ведущий диджей? И так далее. И вот только после того, когда вы выяснили все ключевые моменты, записали их на лист, приступаете к планированию вашего свадебного дня. При составлении тайминга стоит отталкиваться от опорных точек. К опорным точкам относятся время выездной регистрации, время регистрации в ЗАГСе и время начала банкета. При этом, если у нас время выездной регистрации и время начала банкета можно менять, то время регистрации в ЗАГСе достается вам рандомно. Как бы вы, конечно, выбираете из времени, которое есть свободное, но чаще всего слишком маленький выбор остается. В общем, если вдруг у вас есть возможность выбора, выбирайте время регистрации в ЗАГСе как можно позже. Шаблон с началом ранней регистрации. Если у вас все-таки будет ранняя регистрация, для родителей это важно, попробуйте обсудить такой момент, то есть когда регистрация проходит в один день, а вот выездная регистрация и банкет проходят в другой день, как вариант. Либо второй вариант, когда на регистрации все гости не присутствуют, а вы проводите в банкетном зале отдельно выездную регистрацию для гостей. Мы чуточку позже разберем эти моменты, для чего это необходимо. А вообще, по ссылочке в верхнем левом углу, можно будет посмотреть подробное видео как раз на эту тему. Разница между регистрацией в ЗАГСе и выездной регистрацией. Плюсы и минусы. Так вот, давайте начнем с составления нашего шаблона и с регистрации, которая, ну, посерединке возьмем, не слишком рано и не слишком поздно. Начало регистрации в 12 часов. То есть это наша первая опорная точка, от которой мы и будем отталкиваться. При том, что считать будем от обратного, чтобы понимать, во сколько необходимо нам проснуться, сколько нам на все подряд необходимо будет времени. В ЗАГСе вам необходимо быть за 30 минут до регистрации, чтобы успеть подать все ваши документы. В 11.30 вы уже находитесь в ЗАГСе. На дорогу закладываем примерно час. Естественно, это будет зависеть от территориального расположения, где у вас будет проходить встреча с женихой невестой до ЗАГСа. То есть, да, возможно, где-то плюс, возможно, где-то минус. В среднем возьмем час. Потому что на дорогах бывают разные ситуации. В 10.30 получается, что вы выезжаете в ЗАГС. В любом случае, вам захочется пофотографироваться с женихом и с родителями, с родственниками. Где вы будете встречаться, да, место встречи жениха и невесты. Будет какая-то коротенькая фотосессия. Возможно, у вас будет проходить выкуп. Закладываем на это еще час. 9.30. То есть, жених у нас должен появиться у невесты уже в 9.30 утра. Со стороны жениха он, соответственно, считает, сколько ему времени нужно будет доехать до невесты. Закладываем примерно час. Это 8.30. Плюс жениху нужно будет одеться и позавтракать. Это примерно полтора часа, семь часов утра. То есть, когда у нас жених проснулся и начинает свои сборы. Смотрите, жених должен появиться у невесты уже с букетом. Соответственно, либо он заезжает по дороге, забирает букет, где вы заказывали, да, если это по пути. Если это не по пути, либо цветочный салон начинает работать позже. Как правило, они с 10 начинают работать. В этом случае букет стоит забрать накануне вечера. Переходим к невесте. То есть, если в 9.30 у нас начинается уже выкуп и фотосессия, встреча с женихой и невестой. А невесте на сборы нужно минимум 3 часа на макияж, на прическу. Плюс 30 минут на то, чтобы одеть платье. Это получается, что невеста у нас начинает сборы со стилистом в 6 часов утра. Ей точно так же нужно проснуться, умыться, привести себя в порядок, позавтракать. Это 5.30. То есть, смотрите, у нас по времени регистрация в 12. Казалось бы, да, время уже ближе к обеду. Но проснуться нам надо задолго, заранее в 5.30. И чем раньше у вас регистрация, то есть, если это в 11 часов, соответственно, вы просыпаетесь в 4.30. Если это в 10 часов, вы просыпаетесь в 3.30. И здесь тоже такой момент. Не каждый стилист захочет к вам посреди ночи приехать. Скорее всего, это будет еще отражаться в денежном эквиваленте. Поэтому все эти моменты нужно будет учитывать при выборе времени. До момента регистрации с таймингом мы немножечко разобрались. Переходим дальше. Друзья, если вам не жалко своего лайка, я буду вам очень признательна. Я стараюсь. Подпишитесь на нас и поставьте лайк. Регистрация начинается в 12 часов. Все по плану проходит. 15 минут длится сама регистрация. 15 минут идет фотосессия с гостями, с родителями в ЗАГСе. И дальше уже вы отправляетесь на фотосессию. Здесь момент, да, брать с собой гостей, не брать. Первый момент. И второй момент. Стоит ли приглашать гостей на регистрацию в ЗАГС? Вот здесь лучше, конечно, сделать все-таки выездную регистрацию, куда гости уже приезжают и после регистрации остаются на банкет. Объясню, почему. На двух моментах экономите. То есть первое. Вы не думаете о том, как доставлять гостей от места регистрации до банкета, потому что они сразу приходят в зал, где и будет проходить выездная регистрация. И второй момент. Вы не озадачиваете себя, а чем будут заниматься гости, пока вы будете на прогулке. То есть вот эти 2-3 часа с дорогой. Гости будут чувствовать себя, приезжая уже вовремя к выездной регистрации, не такими уставшими. У них будет больше времени на подготовку. Они будут более расслаблены, когда подъехали уже ровно к выездной регистрации. Это такая ремарка. Возвращаемся к планированию нашего дня. В 12.30 мы выходим из ЗАГСа и отправляемся на прогулку. Фотографам и видеографам необходимо будет обсудить свой тайминг. Конечно, вы уже с ними до этого обсуждали моменты, где вам фотографироваться. Примерно закладываем на съемку 2 часа с учетом дороги. То есть если у вас будет несколько локаций, это больше времени будет занимать. Если у вас одна локация, возможно, это чуть меньше времени займет. Поэтому обязательно эти моменты обсуждайте со своей командой, с фотографом и видеографом, чтобы вы получили качественную картинку по итогу. В 2.30 ваши гости приезжают на банкет, где их встречает фуршет, напитки. Но это с учетом того, что если они у нас не едут в ЗАГС, то есть вы их приглашаете сразу на банкет. В 3 часа у нас начинается выездная регистрация. Смотрите, вы 2 часа фотографируетесь, приезжаете примерно в это же время в 2.30 в банкетный зал. И у вас как раз 20-30 минут остается для того, чтобы привести себя в порядок. Припудриться, поправить прическу, поправить макияж, внешний вид привести в порядок. Потому что мы в любом случае гуляем, погода разная может быть, опять же ветер. Немножечко отдохнуть, расслабиться, попить водички. Дать отдохнуть мышцам лица, потому что от улыбки ее будет сводить. И после этого вы уже отдохнувшие выходите к гостям на выездную регистрацию. Выездная регистрация, как правило, длится 20-30 минут. Ее могут провести и ведущие, которые у вас будут вести свадьбу. И может отдельно выездной регистратор провести. Очень красивая история. Кстати, видео интервью с выездным регистратором по ссылочке в верхнем левом углу. Обязательно посмотрите. После выездной регистрации, конечно же, все захотят с вами пофотографироваться. Закладываем на это еще примерно минут 30. И в 4 часа у нас начинается уже банкет. Банкет, как правило, длится 5-6 часов. 5 часов – это работа ведущего, плюс час – это работа диджея. Видео с ведущим по ссылочке в верхнем левом углу. Обязательно проходите, смотрите. Возможно, на момент просмотра этого видео вы уже все увидите по ссылке. Ну а мы продолжаем. Если у вас планируются какие-то выступления артистов, обязательно накануне это проговорите с ведущим. Тайминг выноса блюд на банкете обсуждается уже с банкетным менеджером данного зала, в котором вы будете отмечать свое мероприятие. И, кстати, как избежать типичных ошибок при составлении меню, ссылочка уже точно есть в левом верхнем углу. Переходим, смотрим. В нашем зале «Банкет Холл Компас» мы даем 7 часов на проведение мероприятия. То есть у вас 5 часов работает ведущий, час дискотека и час играет фоновая музыка, когда вы сможете уже расслабиться после всей официальной части, отдохнуть, пообщаться со своими гостями, обсудить все моменты мероприятия, поделиться своими впечатлениями и уже после этого спокойно прощаться со своими гостями. Во многих залах это время идет 6 часов. То есть и дальше уже за дополнительную оплату можно будет продлевать. Поэтому обязательно такие моменты тоже уточняйте. Вообще есть ли возможность продлить, если вдруг гости еще не готовы расходиться и до какого времени можно будет слышать громко музыку. Бывают такие случаи, когда, знаете, банкет начинается в 7 часов вечера, а музыку громко можно слушать до 10. То есть вы понимаете, что вам этого коротенького промежутка времени не хватит даже на то, чтобы ведущий свою программу закончил. Такие моменты тоже обсуждайте заранее. Касаемо данного шаблона по тому, как выстраивать свой тайминг-план, естественно, он у каждого будет разный, потому что у вас у всех разные хотелки. Но зная пример, вы уже сможете выстроить свой тайминг свадебного дня. Если для вас было интересно и полезно, и вам нужен чек-лист для примера, напишите внизу под видео комментарий, чек-лист, и мы отправим вам шаблон, чтобы вы на примере его смогли составить свой. Важный момент. Старайтесь соблюдать тайминг, который расписан по времени, чтобы у вас не получалось так, что вам выезжать в ЗАГС в 10.30, а вы выезжаете в 11 часов. То есть как бы, да, чтобы вы точно успевали. То есть понятно, что, возможно, задержки на 5-10 минут, но так, чтобы они не перерастали там в 30-40 и более минут. Чаще всего это бывает на прогулке, особенно когда с вами гулять едут гости, потому что собрать большое количество людей, организовать крайне сложно. Кому-то покурить надо, кому-то выпить шампанского, и по итогу, то есть вместо того, чтобы делать классные кадры на прогулке, вы просто общаетесь со своими друзьями. Самое главное запомнить, это все-таки ваш день, а не день у ваших гостей. И у вас должны от этого дня остаться самые лучшие воспоминания, самые лучшие кадры, самые лучшие видеоролики. Так что все в ваших руках. Ну а если вам видео было полезным и интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok